Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Что такое страх Божий? В Писании, мне кажется, нет других определений, к которым прилагались бы такие восхитительные похвалы, как к страху Божию. Страх Господень чист, пребывая век века. Кажется, только с любовью Божьей может быть сравнимо величие страха Божьего. В Ветхом Завете и в Новом Завете замечательной красотой сияют определения о страхе Божьем. Страх Господень — слава и честь, и веселье, и венец радости. Страх Господень усладит сердце и даст веселье и радость, и долгоденствие. Боящемуся Господа благо будет напоследок. И в день смерти, самый страшный день, он получит благословение. Страх Господень — дар от Господа и поставляет на стезях любви. Не зря мы только с любовью сравнили это состояние души, которое именуется страхом Божьим, ибо он возводит к ней. Как говорил святитель Феофан Затворник, мы должны быть подобны ангелам. Но только они, как святые совершенные духи, непрестанно возносят Богу жертву хваления, а мы, как существа падшие, но уповающие на Божью милость и спасение, должны непрестанно возносить ему жертву самоукорения. Вот эта жертва самоукорения характеризуется наличием вот этого благовейного пред Богом хождения. В чем проявляется вера в человеке, в страхе Божьем? Он верует, что он есть, и почитающим его, как и отвергающим его, воздает. И в верующем человеке возникает это чувство. Это чувство приводит грешника к покаянию и к сменению жизни. Это чувство поддерживает всякого благовейного христианина в его церковной жизни. Не будь страха Божьего, ведь и в храм-то не войдешь. Всех со страхом Божьим входящих сюда призывает диакон, возглашая их тенью, обращаясь к Господу, почтить своими дарами. Без страха Божьего входящий в храм ничего не приобретает, потому что даже таинства совершаются по мере веры, участвующих в нем, священника, совершающего таинство, и по вере своей приемлющего таинства мирянина. И это благоговение, эта вера сопровождается страхом Божьим, сознанием его величия и своей нищеты пред ним. Именно страхом Божьим открывается сердце человека для принятия Божьей благодати. Может быть, дальше, когда усовершенствуется человек, места для страха Божьего уже не находится? Вовсе нет. Мы видим, что чем выше человек по образу жизни своему, чем, если можно так сказать, святее, тем более в нем благоговений и страх Божий пребывают, тем меньше ему надо усилий для того, чтобы источать пред Богом благовейные, благодарные, благодатные слезы. Ибо это происходит от сознания величия Божьего и сознания своей нищеты пред ним. Ибо все великие, ибо всякий святой как раз в этом постоянном пред Господом хождении и обретает для себя обилие благодати и совершает сверхъестественные подвиги, которые дает им Господь понести только благодаря тому страху Божьему, который воодушевляет его ежедневно. И чем более приближается он и созерцает славу Господню, тем в большей мере исполняется благоговение и страха. И там, где мы знаем у среднего обывателя, у среднестатистического христианина время расслабления или развлечения в молитве или во внешней жизни, там у преуспевающего время сугубого благоговения, он даже спать не ложится, как все в развалочку, а остается в какой-то собранности чувств и действий своих телесных. Он и питается с оглядкой и говорит с великим вниманием к тому, что исходит из уст его, потому что это состояние совершенных характеризуется особым содержанием, именуемым страхом Божьим. Может быть, когда умирает человек и приселяется от временного в вечное, оканчивается время страха Божьего. Ничуть. И там, где пред нами предмысленным взором в Откровении является нам небо и бесчисленные сонмы ангельские, вместе с праведниками, предстоящие Богу, видим там в них великое благоговение. Ибо шестокрылатые серафимы от страха Божия лица свои прикрывают и двумя крыльями летая, двумя, два перекрещивая вниз в область земного и материального мира, они именно верхними крылами по этому чудному библейскому образу, из страха Божья и благоговения величайшего, совершеннейшего сознанием своего недостоинства созерцать славу Божью в лучах этой славы пребывают. И явившиеся на фаворе возле Господа, преобразившегося перед учениками своими избранными, Моисей и Илья никак иначе, как в великом страхе и благоговении, соприсутствуют своему Создателю и Спасителю, и для них довершение земного пути не является основанием отвержения страха Божьего. Итак, все в этом страхе, все благие плоды, все добрые изменения, все дары Божьи и вечное спасение. И потому надлежит каждому напечатлеть на сердце своем не столько мечты и иллюзии о своей любви к Богу и к ближним, которые не подтверждаются делами, а из-за этого мы всегда бываем, во всяком случае, часто в унынии, думая о любви Бога и ближних, мы то и дело видим, как самими делами своими, страстями, грехами допускаемыми и мы от этой любви отлучаемся, отрекаемся, свидетельствуем, что нет ее в нас, ибо кто любит меня, говорил Господь, тот заповеди мои соблюдет. Или в отношении ближнего, пока это разговоры общие, то они нам греют душу, но едва немощи ближнего мешают в чем-то нашей самости, как тотчас человек способен изумить самого себя действиями опрометчивыми и вовсе не любовными, а эгоистичными. Потому гораздо правильнее настраиваться на собирание в сердце своем сокровища страха Божьего, о нем помышлять, к нему стремиться, и тогда все прочие дары, включая и союз совершенств, любовь непременно со временем будут дарованы Господом. Дорогие друзья, чтобы лучше узнать священное писание Нового Завета, на сайте экзегет размещена викторина в аудиоформате, отвечая на вопросы, поставленные в ней, интересно и увлекательно, вы сможете стать гораздо ближе к словам, к содержанию Священного Писания, к радости вашей душевной. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok